Здравствуйте! Нам нужно найти в этой задаче все значения х, если 5х-3 меньше 12 и 4х-1 больше 25. Давайте решим каждое неравенство отдельно. Но при этом не будем забывать о том, что значения х должны удовлетворять обоим неравенствам. Обоим, поскольку в условии у нас стоит и. Сначала рассмотрим первое неравенство. 5х-3 меньше 12. Мы видим, что здесь нам надо избавиться от минус 3 в левой части, чтобы изолировать 5х. Итак, давайте прибавим 3 к обеим частям неравенства. В левой части остается 5х, так как минус 3 и 3 в сумме дают 0. Значит, 5х меньше, чем 12 плюс 3, следовательно, 5х меньше 15. Теперь мы можем разделить обе части неравенства на 5. И нам не надо менять знак неравенства, поскольку мы делим на положительное число. Итак, в левой части остается только х, следовательно, х меньше 15 пятых, то есть х меньше 3. Вот мы и решили первое неравенство. Теперь рассмотрим второе неравенство. 4х плюс 1 больше 25. Поступаем аналогично. Отнимем от обеих частей неравенства 1. Отнимаем 1 от левой и правой частей. Здесь у нас будет 4х, так как 1-1 – 0. Следовательно, 4х больше, чем 25-1, то есть 4х больше 24. Теперь разделим обе части неравенства на 4. И нам, опять-таки, не надо менять знак неравенства, поскольку мы делим на положительное число. Таким образом, у нас получится х больше 24 четвертых, а значит, х больше 6. И мы помним, что между неравенствами в условии стоит и. А значит, и здесь мы ставим и. Таким образом, х должен быть меньше 3 и больше 6. Как-то странно получается, да? Давайте изобразим все это на числовой прямой. Вот наша числовая прямая. И здесь сказано, что х должен быть меньше 3. Вот у нас 3. И поскольку х строго меньше 3, то мы рисуем вокруг 3 пустой кружок. И закрашиваем все значения меньше 3. Во втором неравенстве х должен быть больше 6. Вот у нас 6. Вокруг 6 мы рисуем снова кружок. И закрашиваем все значения больше 6. Вот так. И поскольку в условии задания между неравенствами стоит и, то ответ наш должен удовлетворять обоим неравенствам. Но если мы посмотрим на числовую прямую, то здесь нет таких значений, которые бы удовлетворяли обоим неравенствам. Следовательно, здесь нет решений. Эта система неравенств не имеет решений. На сегодня все. До встречи на следующем уроке!